Социальный эксперимент. Донецк стал первым городом в Украине, где открыли квартиру для сирот. Также в городе сегодня появился центр для молодых мам, попавших в трудные жизненные ситуации. Куда теперь попадают выпускники интернатов, видел Сергей Зленко. Дмитрию 15 лет. 6 лет назад у него умер папа, а маму лишили родительских прав. Теперь парень принимает участие в эксперименте. Он одним из первых заселился в социальную квартиру. Понравилось то, что здесь хорошая обстановка, хорошая мебель, условия проживания. Опекун уехал в другую страну и оставил меня тут, а другие люди берут сейчас опекунство на себя. Кроме Димы здесь поселились еще два подростка. С ними круглосуточно будут находиться педагоги. Парни научат самостоятельно рассчитывать собственный бюджет, готовить себе пищу, а также искать работу. Ребенок, который окончив интернат, оказался подростком. Оказался на улице. Он не знает, куда ему обращаться для того, чтобы в своей квартире ее отремонтировать. Он не знает, как обращаться с деньгами. Воспитатели и педагоги, и психологи работают с молодым человеком и стараются его в жизнь как-то встроить в эту. Открытие социальной квартиры в Донецке инициатива фонда Рената Ахметова о развитии Украины. Опыт заимствовали в Санкт-Петербурге, где подобные учреждения себя хорошо зарекомендовали. На инициативу фонда откликнулись власти Донецка. Город выделил эту квартиру, приобрел эту квартиру. Мы выделили ресурсы вместе с фондом права на здоровье, ресурсы на поддержку. И два года мы будем содержать, оплачивая и зарплаты, и само содержание этой квартиры. Через год по итогам работы социальной квартиры подведут итоги. Если проект пройдет успешно, по Донецкому образцу откроются центры реабилитации для подростков в других городах Украины. Что касается девушек, то для молодых мам открыли центр матери и ребенка. Инессе и ее 16-дневному Максимке пока негде жить. Роды оказались преждевременными, поэтому ремонт в своем доме семья сделать не успела. Был риск лишения родительских прав. Женщины сами здесь по очереди дежурят на кухне и убирают в комнатах. То есть воспитанницы интернатов получают конкретные навыки ведения домашнего хозяйства. В Донецке не было еще такого центра, рассчитанного на 10 мам и 10 детей, чтобы мамы могли в таких достаточно комфортных условиях, которые хорошо приспособлены для новорожденных детей, пребывать. Городские власти рады сотрудничеству с фондом развития Украины, говорят, благотворительная организация ведет систематическую работу в городе, помогает сохранить семьи и не допустить роста сиротства. И вот благодаря тому, что фонд работал с этими матерями очень кропотливо, и практически большая половина изменили свое решение. И самое главное, что дети остались с матерью. Следующим этапом сотрудничества властей Донецкой фонда Рината Ахметова станет строительство социального жилья для сирот. Городской совет уже дал добро. Сергей Зленко, Владимир Пельгук, Телеканал Донбасс.